Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Дарья Владимирова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Об итогах совещания Департамента информационной политики Министерства образования и науки России с федеральными университетами. Студенты КФУ получили гранты от Федерального агентства по делам молодежи. Как не отравиться грибами? Советы экспертов. 29 сентября прошло совещание Департамента информационной политики Министерства науки и образования России с федеральными университетами. Подробнее о теме и вопросах совещания расскажем в следующем сюжете. В Казанском университете в формате видеоконференции состояло совещание с Департаментом информационной политики Министерства науки и образования России. Докладчиками выступили заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина и директор Департамента информационной политики Глеб Федоров. «Совещание было посвящено о том, как классическим университетам реагировать на вызовы времени, как реагировать на медиа угрозы и вообще как популяризировать самую главную деятельность университетов, потому что в представлении большинства это некое законсервированное классическое учебное заведение. На самом деле это очень большой живой организм». Презентацию сайта Казанского университета и телеканала Универтв провели Лисан Абдулина, директор Департамента по информационной политике Казанского федерального университета, Ильдар Каримов, директор медиа-центра КФУ. «Мы сегодня делились опытом работы в социальных сетях, опытом работы с журналистами, с блоговой сферой. Конечно, представляли сайт. Мы представляли помимо социальных сетей еще нашу гордость от телеканала Универтв. Дело в том, что такого канала действительно в России ни в одном университете нет и нам есть чем гордиться». Кристина Надышина, Ленар Довлетьяров, Универоньюз. В Казанском федеральном университете прошел Всероссийский конгресс по дентальной имплантологии с международным участием, в рамках которого состоялся финал 20-го Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства, посвященный 85-летию профессора Марселя Мергазизова. Команда Казанского федерального университета заняла первое место. А теперь к другим новостям. Профилактика отравлений грибами очень важна перед их непосредственным сбором. Статистика показывает, что отравление может случиться не только у новичков, но и у опытных грибников со стажем. В самый подоносный сезон грибов эксперты КФУ и Минздрава Республики Татарстан рассказали, как обезопасить себя и своих близких. 29 сентября в информационном агентстве Татарин форум состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике отравлений грибами. Участие приняли главный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Алияна Сибулина и старший преподаватель кафедры общей экологии Казанского федерального университета Ким Потапов. Он сразу же отметил, какие грибы точно не должны оказаться в корзине во время сбора. Были пару случаев, когда действительно бледная поганка совершенно уверенно где-то среди съедобных там в корзине фигурирует. Так что бледная поганка попадает, галерины иногда попадают, иногда по незнанию некоторые виды мухоморов, рядовок. Рядовки есть среди них съедобные, есть ядовитые. Как отметила Алияна Сибулина, если все же отравление произошло, первые симптомы наступают лишь через 6-8 часов. Если вы их обнаружили, необходимо срочно обратиться в больницу. Основной – это молниеносное поражение печени, многократная рвота, это многократный жидкий стул, слабость без подъема температуры. Если пациент вовремя обратился за медицинской помощью, мы что-то можем сделать. Самая опасная ситуация, когда пациенты даже не знают, какой гриб они поели. Пока едет скорая помощь, необходимо промыть желудок, выпив большое количество воды, а также принять любой энтеросорбент, например, активированный уголь или энтеросгель. Будьте осторожны и внимательны во время сбора грибов, а также не пренебрегайте предварительной подготовкой перед походом. Диана Желенкова, Фаридзе Хитуглы, Универ Ньюс. Двое студентов Казанского университета получили гранты от Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих проектов. Победители поделились с нашим корреспондентом идеями своих проектов и тем, для кого они могут быть полезны и интересны. Это Алина, студентка второго курса Института физики Казанского федерального университета. Она получила 70 тысяч рублей на реализацию своего проекта «Эйде». Проект, как она сказала, будет реализован в виде викторины по татарскому языку и будет интересен для участников всех возрастов. Как заявила девушка, создать подобный проект ее вдохновила любовь к родине. Изначально проект был чисто для людей, которые разговаривают на татарском языке и проживающих в Татарстане, но на форуме я немножечко изменила направление проекта. И теперь также можно участвовать в этой игре людям, которые не владеют татарским языком, но также хотят обучиться ему. То есть это будет игра и такая обучаловка в ней, в татарском языку. Еще одним обладателем гранта, в этот раз в 365 тысяч рублей, стал Даниил. Его проект направлен на развитие института старост в вузах по всей России, создание видеоматериалов, методичек и другой полезной информации для старост. По словам студента, он хочет, чтобы в будущем старосты стали не только людьми, которые относятся четки в деканат, а своеобразным глазом народа от своей группы к вузу. В рамках проекта мы проведем 7 образовательных мастер-классов, проведем 24 встречи в высших учебных заведениях, проведем круглые столы, проведем рабочие сессии, где будем заниматься тем, что будем понимать, кто такой староста, вот Адая напишем методическую рекомендацию, отправим по вузам, и будем формировать вот такое вот новое сообщество, институт старост, где будет своя идеология, своя история. К слову, работы у ребят еще много. Создать визуализацию проектов, подготовить фундамент для дальнейшей работоспособности и провести исследования, как все-таки проект отозвался в массах, чтобы в дальнейшем их проекты вышли за пределы Татарстана. Леав Диденко, Леонард Влетьяров, Вилета Басова, Универ Ньюс. Раньше все хотели стать космонавтами, а теперь программистами. На сегодня сфера информационных технологий – одна из самых прогрессивных в мире. Но это совсем не значит, что она не нуждается в популяризаторской деятельности. Герой следующего сюжета стал одним из голосов IT-индустрии. Вадим Каримшин, пятикурсник факультета математики и естественных наук Елабужского института Казанского федерального университета, стал амбассадором Mail.ru Group в КФУ. Уже больше шести лет я занимаюсь волонтерской деятельностью в проектах Mail.ru Group. И этот пройденный путь – бесценная награда. Всего на программу было подано более 3,5 тысяч заявок по всей России. Многоступенчатый отбор предусматривал разные задания. От съемки видеозаявки и прохождения теста на знание фактов о компании до интенсивной двухмесячной образовательной программы, которая включала в себя вебинары от ведущих сотрудников различных бизнес-юнитов и топ-менеджеров Mail.ru Group. Я рад попробовать себя в роли IT-евенгелиста и объединиться с единомышленниками из других вузов и специалистами из Mail.ru Group. Впереди нас ждет множество мероприятий, которые будут интересны и увлекательны. Я уверен, что сотрудничество между Казанским федеральным университетом и Mail.ru Group будет плодотворным и весьма полезным как для студентов, так и для школьников. Всего в этом году амбассадоры Mail.ru Group появятся в 12 городах и 30 университетах. Федор Пасынков, Айдар Нурмиев, Универ Ньюз. С наступлением осени помимо холодов и дождей приходит апатия и усталость. Чтобы понять, как бороться со сеней хандрой, смотрите наш следующий сюжет. День стал короче. Частые дожди и холод. Все это можно перечислить, описывая осень. Резкий переход от греющего солнца к пасмурной погоде, от отдыха к трудовым будням могут стать причиной осенней хандры. Что это такое и как от нее избавиться, расскажет доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета Павел Устин. Осенняя хандра это некое такое состояние, которое возникает, смотрите, лето, зима, да. Соответственно, некий такой переход, когда организм начинает приспосабливаться, адаптироваться к новому условию. Соответственно, связаться с некими ресурсами, затратами ресурсов, соответственно, эмоциональными затратами. Заниматься любимым делом. Возможно, не надо ее лечить, она сама пройдет. Помимо хандры в эту пору часто можно услышать об осенней депрессии. Но как понять, когда у тебя просто плохое настроение, а когда нужно обратиться к специалисту? Депрессия – это клиническое большее понятие, да, оно связано именно с болезнью. То есть то, что действительно уже лечится с помощью определенных психологических средств, да, психотерапии. Ну а хандра – это просто вот некий эмоциональный спад. Все же мы живем по качелям, правильно? Сегодня нам хорошо, завтра нам плохо. Это вполне нормально. Мы не можем все время быть в время напряжения, все время быть только в самом подъеме. Также Павел Устин отметил, что хандра может застать в любое время года, так как это состояние во многом зависит от самого человека. Главное – быть к ней готовым. Занятия любимым делом, активный образ жизни и прогулки на свежем воздухе помогут вам избавиться от состояния хронической усталости и апатии. Полина Корнеченко, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!